Ого! Слушай, а тебе иначе 20? Опасное турне министра обороны Китая. Это игра с огнем. Зачем ли Шанфу ездил в Москву и Минск? В китайской шкатулке скрыто немало секретов. Встречался ли с Путиным и что символизирует подаренный Лукашенко китайский сервиз? Беларусь – спорная территория между Россией и Китаем. Повлияет ли этот визит на войну в Украине? Они за мир на тех условиях, которые выгодны им. Так что выгодно Китаю и решится ли Пекин на эскалацию с западом? Москва. Делегации стран третьего мира прибывают на организованный Кремлем форум безопасности. От участия в нем открестились даже некоторые члены ОДКБ. Но приезд министра обороны Китая как бы придает солидности. Мотив самой Москвы – собрать тех, кто еще пожимает руку дискредитированному военными преступлениями режиму – понятен. России необходимы новые рынки сбыта, ее продукции любой. Плюс России надо создавать видимость вот этого серьезного влияния. Африка, Азия для этого в принципе подходят. Латинская Америка. Всех остальных звали скорее для антуража, для солидности. Чтобы вот эти вот африканские узурпаторы-царьки чувствовали, что они не просто так Путину опять приехали. Или какие-то представители арабских монархий. А вот рядом серьезные люди сидят, министр обороны Китая. Но зачем Пекин отправил в Россию главу своего оборонного ведомства? Вряд ли на организованную Москвой международную выставку оружия, где самые большие экспозиции были и так от Китая, Ирана и Индии. А российские разработки вроде резиновой, надувной часовни для фронта. Или очередная реплика китайского робота от россиян. Вряд ли впечатлила бы лишь Шанфу, ведь даже Шойгу с железным Алешей не нашел общий язык. На этом форуме я буду знакомить гостей с экспозиции, а после его завершения буду обращать вас. Может из-за отсутствия современных военных разработок, которыми можно похвастаться, на самом форуме безопасности Шойгу нахваливал советское оружие. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. Министр обороны Китая тем временем говорил о геополитике. На фоне заявлений, что Пекин хочет углубить сотрудничество с ЕС, странами глобального юга и ближайшими соседями, прозвучал месседж для Соединенных Штатов. Это игра с огнём. И попытки контролировать Китай с помощью Тайваня неизбежно завершаться неудачей. После таких заявлений визит Лишанфу в Москву и Минск начали называть сигналом для Вашингтона. Мол, Китай взялся усиливать антизападную коалицию, то есть укреплять сотрудничество с Россией и Белоруссией. Несмотря на зыбкий образ нейтрального миротворца для прекращения российской агрессии в Украине, который появился после саммита в Саудовской Аравии. Здесь нужно понимать, что для Китая мир не то же, что для нас. Для нас это освобождение территории и в идеале поражение России, причём сокрушительное и окончательное. А для Китая это прекращение конфликта и сохранение потенциала России как союзника Китайской Народной Республики в противостоянии с Соединёнными Штатами Америки. Сам Ли Шанфу публично о войне в Украине не говорил. Но, похоже, самая интересная часть его визита происходила за закрытой дверью. В китайской шкатулке скрыто немало секретов. Среди версий, зачем министр обороны Китая совершил свою турна в Москву, рассматривают и совсем конспирологическую. Он мог прощупывать, что происходит в Кремле и кто на фоне бесконечного появления двойников Путина им руководит. Публично с Путиным министр обороны Китая не встречался. Тот вместо выступления на форуме безопасности прислал видеообращение. Но эксперты не исключают, что какие-то тайные переговоры происходили. Полностью исключать, что помимо встречи с Шойгу были какие-то закрытые неофициальные встречи, о которых мы не знаем, пусть даже с тем же Путиным, и какие-то именно просто сообщения от Си Цзинпина министр обороны китайский передавал, исключить нельзя. Ну, о чем договаривались за закрытой дверью? Это был визит министра обороны. Так не планирует ли Китай помочь России оружием, чтобы в войне на истощение та не потерпела поражение в Украине? И как Пекин помогает Москве прямо сейчас? Китай является поставщиком оружия. Он не снабжает систему вооружения напрямую, не снабжает боеприпасами. Но то, что касается частных контрактёров, то, что касается поставок дронов, то, что касается поставки электроники, в том числе той, которая непосредственно идёт на использование в военных целях, систем связи. Китай не только не останавливает эти технологии, по меньшей мере проходящие по категории двойного использования. Но даже способствует тому, чтобы увеличивались объёмы такой поставки. Но остановится ли Пекин на такой помощи? Военное сотрудничество между Россией и Китаем на самом деле на достаточно высоком уровне. Они постоянно проводят учения, даже совместное морское и воздушное патрулирование. До сих пор действуют государственные контракты в военно-промышленной сфере, в частности, соглашение о производстве ракетных комплексов АС-400, вертолётов Ка-52 и истребителей Су-35, для которых поставляются китайские комплектующие. За закупки российского оружия сам Ли Шан-Фу уже пять лет под американскими санкциями. За войной России в Украине Китай не просто наблюдает. Китай смотрит на Россию как в зеркало, необходимое для подготовки к Великой войне в Тихоокеанском регионе. Против Тайваня, против США и других. Китай очень многое пытается переосмыслить из российского опыта. Как лучше применять гиперзвуковые ракеты, потому что у Китая они действительно есть, в отличие от россиян. Как лучше вести радиоэлектронную борьбу. Как совершенствовать применение беспилотников. Они смотрят, как россияне неправильно воюют и думают, что они будут теперь воевать правильно. На фоне не слишком показательного приёма в Москве, в Минске Лукашенко для китайского гостя устроил всё в стиле батьки с пышным приёмом. И подарками. Ли Шан-Фу самопровозглашённому главе Беларуси подарил китайский самовар. Будто намёк. Пить не российский, а китайский чай. Это важный сувенир. Я его обязательно покажу на нашей фарфоровой фабрике, чтобы они сделали точно так, как китайцы. Беларусь для России и Китая – несколько спорная территория. Москва, может, уже бы и реализовала свой план по поглощению соседней диктатуры. Но Пекину выгоднее иметь под своим влиянием там отдельную страну. Александр Лукашенко в своё время, когда российский посол в Минске активно организовывал то же самое, что он и его коллеги делали в Крыму перед аннексией, Александр Лукашенко поехал в Китай, успел пожаловаться Си Цзиньпину. Нет, прямо белорусы говорили о возможности попытки государственного переворота. И в итоге посол был отозван. Скорее всего, под давлением Китая, Москвы. То есть у них здесь идёт конкуренция за Беларусь. Для Китая Беларусь выгодна, как некий форпост у границ НАТО. Прекрасная позиция в антизападной коалиции Пекина. Лукашенко же хорошо понимает, кто является гарантией продолжения его власти. Так что охотно демонстрирует роль вассала Си Цзиньпина. Господин министр, основные идеи нынешнего и грядущего перспективного мироустройства Китайской Народной Республики и Беларуси совпадают абсолютно. Но о чём министр обороны Китая договаривался в Минске? Возможно, речь шла о ядерном оружии, которое Россия перебросила в Беларусь. Пекин ведь был против. Так какой сигнал могли донести до Лукашенко? Если на тебя начнут давить из Кремля, чтобы что-то с этим сделать, имей в виду, звони нам, и мы разберёмся с этой проблемой. И действительно, если вдруг ты с ними вместе захочешь какую-то здесь устроить историю с ядерным оружием, то в следующий раз мы просто не будем тебя защищать. Китайский гость мог предостеречь Лукашенко и о слишком резких движениях касательно помощи Москве. Например, китайским оружием. Беларусь хвастается, что у неё есть ракетный комплекс «Полонез» с дальностью под 300 километров. Ну, что-то похожее на наш «Хаймарс», только более дальнобойное. Но нюанс в том, что это китайский комплекс. И старших товарищей из Пекина явно интересует, чтобы этот комплекс не применялся так, как это невыгодно Китаю. Сам Китай у ближайшей перспективы вряд ли будет масштабно и показательно помогать России, потому что не любит поспешных шагов. Да и планы у Пекина сейчас совсем другие. После турне о Москве и Минском дальше вести собственную игру в противовес лидерству Соединённых Штатов. Оксана Дворецкая. Специально для телеканала «Фридом».